Действительность следствия также обусловлена тем, что в ходе следствия досконально изучались личностей, как обвиняемых, погибших, родственников погибшей девочки, а также причин и условия, способствующие совершению данного преступления. В ходе следствия было установлено, что семья, в которой проживала погибшая девочка, она была неблагополучная. Ситуация там была такая, что девочка проживала с бабушкой и с отцом. Бабушка и отец, соответственно, они вместе с собой сожительствовали. Мать проживала от них отдельно, должного внимания воспитанию девочке с их стороны не уделялось, что, собственно говоря, в конечном итоге и привело к столь тяжким последствиям. Фактически девочка была предоставлена сама по себе, должного влияния со стороны взрослых, со стороны родителей на нее не оказывалось. В том числе и со стороны должностных лиц администрации района. В ходе расследования по результатам экспертных исследований был установлен факт совершения развратных действий в отношении погибшей еще при ее жизни со стороны ее отца. К данному факту также была должна юридическая оценка. Материалы были выделены в отдельное производство, направленные в органы расследования Нелидовского района. По результатам выделенных материалов там было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время также по расследованию окончено. Девочка по имени Лена родилась 30 августа 2005 года. До своего пятилетия не дожила фактически два месяца. До совершения преступления и Майков, и девочка Лена, они были знакомы. Они проживали по соседству, фактически в одном подъезде. Родственники Леночки снимали там квартиру на первом этаже. Майков жил этажом выше. Проживали они в поселке Загородном Нелидовского района. И ребенок, поскольку, будучи, так сказать, брошенным своими родственниками, за ней, на самом деле, согласно материалам дела, осуществляли ненадлежащий уход. Ребенок был предоставлен сам себе. Поэтому девочка, как следует, опять же, из материалов дела, часто посещала квартиру, в которой проживал Майков. То есть они были знакомы до совершения преступления. А как девочка туда попала, именно в то время, которое описано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в общем-то, трудно сказать. Майков этого не помнит. Но в этот день, в 10 часов утра, примерно, она приходила в эту квартиру, она искала свою бабушку там. То есть там дверь в эту квартиру всегда была открыта, входная. Там в одной из комнат лежала женщина, инвалид, после инсульта она не вставала. Поэтому это мать Майкова, посторонние люди совершенно, соседи ухаживали за ней. Поэтому дверь постоянно была открыта. По всей видимости, девочка, может быть, опять второй раз приходила, искала опять свою бабушку. Мать с девочкой не проживала, мать проживала в Нелидово. По материалам дела, причиной, то, что они совместно не проживали, отсутствие у матери денег. Мать нигде не работала. Девочка проживала с бабушкой и со своим отцом. Вот они снимали квартиру. Девочка посещала детское дошкольное учреждение. Полученные характеристики были. Они имеют очень хороший, спокойный ребенок, очень добросовестная девочка, которая с собой убирала тарелочки, мыла. Рождение девочки было не то, что обуза, было неожиданным. Было неожиданным и совершенно ненужным рождение этого ребенка было. Сегодня, 24 июня 2011 года, должно было составляться судебное заседание и оглашение приговора Сергею Майкову, обвиняемому в изнасиловании, действиях сексуального характера и убийстве пятилетней девочки. Однако стало известно о госпитализации подсудимого в больницу ОФСИН города Таршка, в связи с чем заседание было отложено. Конкретную тату назвать пока нельзя. Я думаю, что по мере того, как мы будем узнавать о его состоянии, будет уже известно, либо заседание будет перенесено в Таржок и проведено непосредственно в больнице ОФСИН, либо перенесено в Тверь. Субтитры создавал DimaTorzok